Приветствую вас, Елена. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это на то, что вы, собственно говоря, не сформировали никакого вопроса к психологу, психологам. Чего вы хотите от специалистов? Какой ваш запрос и цель обращения? Что вы хотите себе изменить? Например, исходя из вашего текста, на данный момент, к сожалению, непонятно. Это очень важно, чтобы вы определились с этим аспектом. Чего конкретно вы хотите от нас? От специалистов. Подумайте над этим вопросом крепко, хорошо. Подумайте, что на самом деле вы хотите себе изменить, что вы хотите изменить. И после этого можно будет вам помочь. Следующий важный аспект – это появление в вашей жизни, условно говоря, любовника, который является проявлением, следствием того, что в отношениях с мужем вас что-то не устраивало. А может быть и не в отношениях с мужем, может быть вас просто что-то не устраивало. Не особо в данный момент это важно. Но важно то, что появление любовника свидетельствует как раз таки о том, что что-то вам не нравится, чего-то вам не хватает, что-то вас не устраивает. Вообще глобал. Глобал. По жизни глобал. И основной момент, на который вам нужно обратить свое внимание. Это надуло. Собственно, что именно вас не устраивает. И почему? Вот когда и если вам будет этот момент определён. когда и если вы для себя это решите, вы сможете лучше понимать проблему и что вам необходимо делать для ее решения. Сейчас вы, конечно, находитесь с растерянностью. Говоря о том, что мужчина вас раздавил, я вас понимаю, он действительно вас раздавил. Но чем он вас раздавил? Тем, что вы чего-то хотели, а он вам этого не дал. Другой вопрос. Мог ли он вам даже? Ведь по большому счёту, если человек нуждается, если человек нуждающийся, если человек нуждается в чём-то в отношениях, то эта нуждаемость, скорее всего, никуда не денется. Эта нуждаемость, скорее всего, будет сохраняться. Подкрепляя, в какой-то степени, вот именно подкрепляя, да, именно подкрепляя, что важно, такое вот, я бы сказал, зависимое, да, зависимое поведение человека, зависимое поведение человека. К сожалению. И, поэтому, так, важно, чтобы вы для себя определили, чего вы хотите. Чего вам не хватает, да, вот вы говорите, что я влюбился в мужчину, будучи замужем. Ну вот, собственно, с влюблённостью, как раз таки, здесь и нужно работать с влюблённостью, как раз таки. Здесь и нужно взаимодействовать, да, что из себя представляет ваша влюблённость. Ну, очевидно, что вы привязались к мужчине и по факту без него уже не могли. Ну, это страсть, это потвердность, это желание, вот на чём основано, да, что из себя представляет ваша, ну, нуждаемость и потребность. Вот нужно с этим моментом разбираться. Это крайне важный, крайне важный аспект в данном случае, ну, в данной ситуации. Дальше, следующее. Следующим пунктом, следующим пунктом идёт, конечно, ваш мысль. Это очень важный момент, это очень такой определяющий, я бы сказал, момент, потому что, ну, извините, не может не броситься в глаза то, что вы, по сути, за весь свой рассказ, да, ничего про... Своего мужа не сказали. То есть вы не сказали ни где он, ни что он, ни чем он занимался в это время, что он делал в эти вот, ну, в эти, скажем так, периоды, периоды, когда вы вот всем этим занимались, да, когда вы, ну, вот, когда вы находились с этим мужчиной, с другим мужчиной. Какое у вас отношение с мужем? Почему вы не развелись с мужем? О каких отношениях с мужчиной, с которым вы влюбились, вы говорите, если вы не развелись со своим мужем? Да, то есть это вот такой момент получается, ну, наверное, что-то вас с мужем всё-таки объединяет, раз вы с ним, ну, не развелись до сих пор. Вот, а не смотря на то, что, ну, вроде как, совершенно очевидно, что чувств у вас к нему нет. Вот, а то есть тут нужно определить, а что вообще с мужем? То есть, эээ, вот, что, что с мужем? Вот, с мужем-то что? То есть, эээ, какое значение он для вас, вот, имеет ваш муж? Вот, ну, это, эээ, то, на что вам нужно обратить своё внимание, эээ, то, на что вам необходимо обратить своё внимание. Эээ, потому что это очень, очень важный момент, да, очень, эээ, важная история. Вот, и, эээ, от этого зависит, собственно говоря, эээ, то, что, как дальше будет, будет складываться ваша жизнь. От этого будет зависит то, как дальше вы будете, эээ, выстраивать своё поведение. От этого зависит, эээ, будете ли вы в дальнейшем, ну, в дальнейшем, эээ, страдать. Или, эээ, будете ли совершать ошибки, например, да. Вот, то есть, это очень, эээ, такая вот, важная история. Это очень такой, эээ, важный момент, на который вам нужно обратить своё внимание. Вот. Следующее, следующее, на что бы я обратил, опять же, ваше внимание, на чувства. На чувства, которые вы, эээ, испытываете. То есть, речь идёт про эмоции. От чего вам, например, боль, больно? Вот. Больно настолько, что вы чувствуете себя раздавлено. Что определяет, в данном случае, эту боль? Что делает эту боль возможной для вас? Это крайне важный момент, если мы хотим разобраться в вашей ситуации, если мы хотим понять вашу историю и помочь вам что-то решить. Поэтому ваши чувства также нужно исследовать. Вообще, мне кажется, что, эээ, вот, как-то глобально, да, как-то вот именно глобально, вы как будто, знаете, во сне, вот, вы как будто пребываете во сне. Вот у меня такое ощущение, эээ, что вы не очень понимаете, что вы делаете, для чего вы делаете, почему вы делаете, и так далее. Вот. Уровень осознанности тоже нужно повышать. Вот. Ну, давайте мы с вами теперь переследуем ваш чек. Итак, я влюбилась в мужчину, будучи замужем. Ну, я сказал, что значит для вас муж, и так далее. Сейчас начался красивый роман, потом отношения пошли на спать, но я так привыкла к нему, привыкла к нему, и привыкла к нему, чтобы с него уже не могла ни физически, ни психологически. Ну, здесь вы описываете любовную зависимость. Эээ, были скандалы, ссоры, все это следствия любовной зависимости. Любовная зависимость, опять же, от того, да, ваша потребность, которые вы пытаетесь реализовать, через мужчину, ну, через мужчину. Ага, так, потому что хотелось не быть, а зачем? А он был занят, был бизнес с той семьей. Встречи были не очень часто, в рамке каждый день, и так два года, за это время многое уже, что произошло. Две измены с моей страны, все видео сломалось своими глазами, потом простило. Смотрите, Елена, вы пишите об этом, что простила мужчину, но, как бы, прощение – это хорошо. А, это, правда, хорошо, прощение, но только в том случае, если делаются какие-то, ну, выводы, если принимаются какие-то решения, так вот, просто простить, чтобы простить, но это, мягко говоря, не работает. То есть, к вам здесь вопрос такого плана. Вы когда вот мужчину своего, да, прощали, были ли, ну, были ли приняты вами обоими какие-то решения или нет? Потому что, если нет, то это не прощение. Это, ну, по сути, это закрытие глаз, вот, на проблему, не побоюсь этого слова. Поэтому, вот, собственно, говоря, на эту тему вам я рекомендовал бы, ну, подумать, да, на эту тему я рекомендовал бы вам поисследовать. Скажем так. Вот, вот, в принципе, то, что можно вам сказать. То, что можно вам ответить здесь, именно здесь. Дальше. Значит, всё быть по кругу, чувство в чём не изменяет, смысл выдела, я не знаю, что спалось, но я про годы забыла, обещала к нему, как идиотка, ну, здесь вот уже в какой-то степени обесценивают свои чувства, да, то есть, по сути, всё по кругу, не только, не только. Так, у вас, да, всё по кругу, но и, это ж не только с мужчиной, а всё по кругу, по кругу. Ну, и, вот, с вами тоже, всё по кругу, то есть, здесь вот вы, ну, свои чувства, да, вот, как бы игнорируете свои переживания. Вот, не слышите их, и, поэтому, в общем-то, такая ситуация и становится возможной. Если бы, если бы вы более внимательно относились к своим чувствам, то ситуация бы до такого не дошла бы, ситуация была бы, ну, скажем так, несколько другой, вот. А в итоге имеем то, что имеем. Дальше. А, так, значит, если он не звонил, с ума сходило, были депрессии, вечерами к выпеке прикладывают. Ну, так, на время расстались, давай его на днях... Так, я, я, так, расстались, на днях расстались, нет, на время расстались, давай его, он так и не позвонил. Лена, ну, смотрите, я не очень понимаю то, что вы дальше пишете. Вы говорите, что вы расстались с человеком. Если вы расстались с человеком, да, то я это понимаю так, что всё. Никаких обязательств друг перед другом, ну, друг перед другом. У вас уже нет, поправьте меня, пожалуйста, если я здесь ошибаюсь. Поправьте меня, понял? Вот. То есть если вы расстаетесь с человеком, то всё, обязательств больше перед вами, а друг перед другом нет. Вот. Но если нет обязательств, то какие требования? А у меня сложилось такое впечатление, что требования у вас к мужчине, требования к мужчине, как раз таки у вас остались. И ожидания остались. И тогда, естественным образом, я бы сказал, нужно задать вопрос. А что, что же в таком случае вы складывали в расставание? То есть, что представляло собой, да, расставание, если ваши требования к человеку сохранились? Вот. Соответственно, это тот момент, который, ну, для меня, скажем так, остается здесь не ясно. Вот. Я надеюсь, что вы его проясните. Потому что, ну, вот, то, что вы описываете, да, вот, то, что вы описываете дальше, скажем так. Вот, это, конечно, ну, как бы вам так сказать, это что угодно, да, но только не расставание. Вот. Я бы так это сказал. Дальше. А, значит, так, а, значит, он приехал на квартиру женщины, а где мы бывали с ним, видя меня, все равно с ней осталось, такая вы же рассталась. Все равно с ней осталось, произошел сильный скандал, и я сколоблял его наклецами, и уже всем так вырасталось. Сейчас в полном обстошении ничего не хочу, все смысл потеряло. Ну, эээ, потеря личностного смысла вами. Вполне нормально, эээ, вполне нормально такое вот явление, эээ, вот, эээ, ну, к сожалению, к сожалению. Эээ, потому что, эээ, если бы, ну, если бы, что было бы по-другому, что вы бы не стали зависимым, что, то есть, по целому смыслу, личного смысла и попытка заменить, ээээ, его чем-то другим, это здесь вот такая определяющая достаточно история. Ну, вот, с этим нужно работать, то есть, с поиском, эээ, с поиском как раз таки своего смысла, вот. А, дальше. Обвинение. А, вот, ну, то, что вы, эээ, обвиняете себя. Это, ээээ, тоже, достаточно, такой, ну, понятный момент, потому что, если бы вы себя не обвиняли, да, то у вас бы не было проблем. Ээээ, не было бы проблем, ээээ, внасчет, ээээ, с тем, эээээ, что, эээээ, что, ээээ, ну, идти по жизни своим путем. А так вы себя обвиняете, и, конечно же, вам своим путем идти очень сложно. Так что с обвинением, эээ, тоже нужно работать. Обвинение – это, ээээ, невыполнимые, совершенно невыполнимые требования к себе, которые, которые вам, по сути дела, только мешают. Поэтому всё, я надеюсь, что мой ответ, эээ, вам помог, вот, в принципе. А вы тут ещё, в конце написали, что он, значит, в надежде, эээ, прибываю, что он вернётся, хотя мы понимаем, что нельзя так сомненно меня раздавить. Ну, вот, ээээ, всем он вас расслабил, а конкретно, да, и на что вы надеетесь, вот, что, ээээ, надеюсь, что он вернётся, вернётся, чтобы всё, вот, с этим нужно поработать. Ээээ, всего вам самого доброго, удачи найдёте возможность для психотерапии, и все обязательно наладятся. Субтитры сделал DimaTorzok